Здравствуйте! Информационный час на канале России 24 продолжают Вести право. В студии Инна Данилова. Безопасностью авиаперелетов теперь будут заниматься военные, а именно Министерство обороны России. Об этом заявил его руководитель Сергей Шуйгу, для чего уже в 2014 году будет создан Центр обеспечения расследования авиационных происшествий. Задача Центра не только расследование причин аварий с военной техникой и обеспечение дополнительной безопасности всей государственной авиации, но и проведение специальных психологических исследований действий экипажей в особых ситуациях в полете. Расшифровкой черных ящиков также будут заниматься специалисты Центра. Ускорить его создание подтолкнули многочисленные авиакатастрофы, которые произошли за последние годы в России. И среди них крушение Боинга 17 ноября в Казани, когда погибли 50 человек. Что стало трагедией не только для всей республики, но и страны. В процессе по делу крушения теплохода Булгарии объявлен перерыв. Причина адвокат подсудимого Рамиля Хаметова обратился с ходатайством о проведении в отношении его подзащитного стационарной судебно-психиатрической экспертизы. И судья это ходатайство удовлетворил. Теперь специалистам Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерев предстоит ответить на вопросы. Был ли вменяем старший помощник капитана Булгарии в момент трагедии? И насколько психически здоров он сейчас во время судебного разбирательства? По словам гособвинителя Ильдара Нурулина, на все это может уйти от трех недель до полутора месяцев. Таким образом, окончательно стало ясно, что до конца нынешнего года точка в этом деле поставлена не будет. Во время следствия и позже, до вступления приговора в законную силу, арестованные содержатся в следственных изоляторах. Главная фигурантка в деле окрушения Булгарии, Светлана Инякина, например, в СИЗО номер 2. О том, в каких условиях она содержится и кто ее окружает, расскажем в репортаже. Вот это место Инякина расположили. Светлана Инякина – одна из знаменитостей следственного изолятора номер 2 в Казани. С момента ареста в июле 2011 года по делу о крушении Булгарии она обитает здесь. В камере рассчитаны на 10 человек. Большинство соседок Инякина обвиняются в мошенничестве, как и субриндатор Булгарии, а не первоходки. Это одно из условий содержания. Рецидивисты не могут находиться в одной камере с теми, кого привлекают впервые. Сама Светлана Инякина сейчас большинство дней проводит в суде или готовится к процессу. Для этого, как утверждают сотрудники изолятора, у нее есть все необходимое. Может даже посмотреть, как выглядело в зале суда на экране телевизора. Содержится по всем правам и по закону. Инякина ведет себя без нарушений. Воспитательное воздействие воспринимает правильно. Никаких нареканий в адресе Инякиной мы не имеем. В Татарстане пять следственных изоляторов. Сезон номер два – самое большое и единственное, где содержатся не только мужчины, но и женщины. Женский корпус располагается в бывшей Макаревской церкви 1712 года постройки. В тюрьму этот храм превратили в 1936. А ровно полвека назад, в 1963, перепрофилировали в следственный изолятор. От тюрьмы изолятор отличается тем, что в нем содержатся не осужденные, а подозреваемые, а также те, чей приговор еще не вступил в законную силу. Как у стеночки встали, построились. Съемочной группе демонстрирует, как после ремонта выглядят камеры в мужском корпусе. Телевизор, холодильник, мини-кухня. По словам руководителя учреждения Виктора Шуркова, такой набор теперь в большинстве камер. Запрещены только сотовые телефоны и компьютеры. Бытовые условия, они с каждым годом имеют место улучшения. В данный момент было 2 метра, сейчас 4 метра рассматриваются санитарные нормы, имеют эти жилья. Рассматривается вопрос о семей квадратных человеках. Но это в будущем. Содержится от 4 до 10 человек. Но транзитные камеры там чуть побольше. Транзитные камеры для тех, кто следует из одной колонии или тюрьмы в другую. Чтобы перечислить всех, кто сидел в этом изоляторе, нужно слишком много времени. Практически это представители всех крупных криминальных группировок Татарстана. Это и Ченгинские группировки, Тагирянские в свое время, Квартоловские группировки, Грязевские группировки. Значит, группировок, 15 группировок, по крайней мере, прошли через наше учреждение в последнее время, которые уже получили большие 40 решений. Большая группа была по Кукрунскому району, которая занималась доставкой наркотиков в республику. В длинном списке также Мамшовский, 29-й комплекс, боксеры, ново-татарские, несколько банд фальшивомонетчиков и несколько наркосиндикатов. В том числе Тазовский, лидером которых, по версии следствия, был бывший спецназовец. Сейчас в сезон номер два содержится более 670 арестантов. По прибытию в следственное зарядное, соответственно, проходит медицинское обследование. Он проверяется на ТУП, проверяется на ВИЧ, СПИД, на ТБЦ, проверяется кровь на все заболевания. Проводится психологическое обследование психологом. Психолог изучает характер человека, какие его привычки, какие у него недостатки, и оказывает соответствующую помощь. Если по состоянию здоровья арестованный не может содержаться в следственном изоляторе, соответственно, он не принимается в следственном изоляторе. Это согласно закону. Если человек имеет какие-то заболевания, и он нуждается в медицинском лечении, он, соответственно, направляется в больницу. Впрочем, первую неотложную помощь могут оказать и в СИЗО. Доказательства нам демонстрирует медицинский кабинет. Для беременных, что попадают в изолятор, дополнительные льготы. В этом году у нас уже было два случая, когда мы повозили в больницу, и в следственном арестовании непосредственно остались роды роддома, роддом номер 4. После чего женщины, конечно, возвращались с ребенком назад в изолятор. Учреждение, говорит Виктор Шурков, обеспечивает детским питанием и кроваткой, игрушками, одеждой. Но все это в пределах общей камеры, где содержится мать ребенка. Гулять арестованные могут только в тюремном дворике. Причем некоторые, как видим, даже используют его решетки в качестве турника. Это не запрещено. Запрещено применять силу для противоправных действий, например, побега. Последний в СИЗО номер 2 был более 10 лет назад. Непосредственно побег был у нас из камеры. Была проломана решетка, отломана решетка. И люди путем простыней спустились по простыням, по стене, так как забор имеется рядом. И, соответственно, они перепрыгнули через забор. Это были следственные арестованные за кражу небольшой тяжести. Люди были задержаны в течение двух суток и возвращены в места лишения свободы. С тех пор система безопасности претерпела немало изменений и будет совершенствоваться дальше. Ведь некоторые преступники с помощью сотовых телефонов, например, даже из-за решетки пытаются воровать деньги у населения. Или руководить подельниками, которые остались на свободе. И задача сотрудников СИЗО поставить этому надежный заслон. К другим темам. Задержаны теневые банкиры, которые финансировали террористическую организацию Хизбут-Тахрир Алислами. Как сообщают в МВД России, после полутора лет следствия проохранительные органы задержали шестерых лидеров этнического преступного сообщества, которые занимались незаконными банковскими операциями с оборотом в полтора миллиарда рублей в месяц. И эти деньги в том числе шли и на финансирование организации Хизбут-Тахрир Алислами, деятельность которой была запрещена решением Верховного суда еще в феврале 2003 года. Все на сегодня. С вами была Инна Данилова. Наши выпуски доступны на сайте www.trtdefistv.ru. Вы смотрели Вести. Право.